Добрый день! Сегодня будет индивидуальный расклад на два вопроса. Первый вопрос – решится ли вопрос с недвижимостью в ближайшее время? И второй вопрос – вернут ли долг? Смотрим первый вопрос – решится ли вопрос с недвижимостью? Смотрим саму ситуацию, от чего мы отталкиваемся. Я здесь явно вижу предложение о недвижимости от королевы жезлов. Но вы сами сомневаетесь, стоит ли его принимать. То есть я здесь явно вижу предложение вам. Либо оно уже вам поступило, либо ожидайте это в ближайшее время. В чем дальше будут развиваться события? Сейчас карту закрою. Карта – звезда. Звезда – всегда надежда. Это надежда на благоприятное развитие событий. То есть я здесь вижу, что, скорее всего, вы это предложение примете. И будете надеяться на успешное завершение вашего вопроса данной ситуации. Давайте посмотрим, что это за королева жезлов. Потому что я вижу, она к вам с предложением, она вам с кубком. Вы сомневаетесь, как вот здесь стоит человек, карта Арканшут. На обрыве вы не знаете, как бы. То ли вы еще ни разу не сталкивались с такой ситуацией. Вот что-то такое. Либо это помощь от нее. Давайте уточним. Вот здесь, интересно, ключевую роль играет фигура королевы жезлов. Давайте о ней посмотрим поподробнее. И дальше перейдем к развитию ситуации. Королевы жезлов. Опять жезлов выпадает, туз жезлов. Такое ощущение, что, как бы, человек входит в ваше положение. Активно хочет вам помочь все-таки. В чем будет заключаться помощь? Вот опять выпадает рыцарь кубка в предложении. И все. То ли это выгодное предложение о покупке. Может быть, это, я не знаю, конкретно вашу ситуацию. Если, может быть, вы собираетесь брать кредит. Может быть, это выгодные условия по ипотеке. Может быть, это помощь в финансовом вопросе. Хотя здесь, конечно, пентакли не выпадают. Конкретно денежную я помощи не вижу. Но это вот именно предложение. Все, что связано с предложением. Если это арендованное имущество, выгодная, значит, цена за месяц. Если это покупки квартиры, это, в принципе, выгодное предложение о цене. И здесь как бы человек искренне к вам расположен. Здесь нет желания нажиться или что-то такое. То есть здесь именно желание помочь. Именно, может быть, как, знаете, подсказать вам выгодный момент, когда удобный момент, когда наиболее выгодно и удобно это сделать. По аркану «Звезда», по старшему аркану, я вижу, что вы это предложение примете. Давайте посмотрим итог. По итогу. Вот я могу здесь так сказать. Конечно, решать вам. И так всегда надо делать. Но вот здесь расклад подсказывает, что в итоге вы сможете сомневаться, все-таки правильно ли вы поступили, надо было это делать или нет. Но аркан «Колесо фортуны» в сочетании стройка кубков, карты праздника, карты радости, говорит, что именно вы этот шанс свой не упустили. Именно правильно, если вы воспользуетесь и примете это предложение. Это, знаете, иногда может быть, например, как реклама, которую мы уже отмахиваемся, от которой мы не видим. А здесь вот вдруг мы обратили внимание, да, то, что мы видим каждый день, то, что нам уже приелось, то, от чего у нас глаз замылен. Вот в этот момент вам как бы стоит на это обратить внимание и принять предложение. Ну, что это за королев жезлов вам виднее. Кто-то вот, я не хочу сказать, что это кто-то прямо в вашем ближайшем окружении. Это не обязательно близкий родственник, там, близкий человек. Это может быть и сотрудник того же банка, например. Это может быть сотрудник офиса продаж, да, или риэлтор, да. Но это именно вот выгодное предложение вам, и от него не стоит отказываться. Вот по колесу фортуны вы поймете, что вы правильно поступили, приняв это предложение. Хотя даже в самом конце будут у вас сомнения. Но карта праздника говорит сама за себя. Она говорит, что в ближайшее время вы, конечно, этот вопрос решите. Давайте еще спросим, как обычно, что вам самим нужно делать, чтобы решить этот вопрос. Что вам нужно сделать и чего делать не нужно. Что нужно делать? Довериться интуиции. Вот здесь, если у вас уже есть какие-то, скажем, наметки в голове о том, как правильно поступить, вот, скорее всего, вы должны придерживаться того, что вам подсказывает сердце, что вам подсказывает разум. В данном случае это одно и то же. Это что-то тайное, что вы пока, может быть, никому не высказывали. Это вот как бы ваше внутреннее ощущение правоты и правильности действий. То есть, если вы к себе прислушаетесь, к себе лично, вы будете правы. Что делать не нужно, чтобы не навредить данной ситуации? Ну, здесь, вы знаете, я бы сказала так, как рискнуть. Потому что семерка жезлов – это осторожность. Даже тогда, когда не существует для вас угрозы, вот здесь человек обороняется от некой угрозы. То есть, мы видим, ну, как бы оружие направленное против него, шесть жезлов. Он держит в руках седьмой, обороняется от неизвестно чего, от того, чего не видит. То есть, это человек, который всегда на страже, всегда на стрёме. Вот в позиции минорной, когда мы спрашиваем, чего делать не нужно, это не быть излишне осторожным. То есть, вот как я уже сказала, то есть рискнуть в данной ситуации и принять это предложение. Давайте еще посмотрим, какие будут препятствия на пути. К решению вашего вопроса, какие будут препятствия. Семья. Кто-то из близких может вас отговаривать, подождать. То есть, я сейчас спрашиваю про препятствия. Мне говорят, что кто-то из родственников, из близких, из семьи, это уже ваше ближайшее конкретное окружение, может вас отговаривать, подождать и не принимать поспешных решений. Вот опять отшельник, это человек, который уходит в раздумья, уходит куда-то. То есть, не торопиться. Но вообще весь расклад кричит о том, что предложение нужно брать. Ну, можно сказать, как горячие пирожки. Я вижу по данной ситуации так, что вы все-таки склоняетесь принять решение, предложение вот это вот по пажу кубков, по рыцарю кубков. То есть, вам несут, вам что-то предлагают. Вот так вот тоже. К вам с предложением по решению вашего вопроса. А вы вот в некоем раздумии или себе что-то вот наметили, но я здесь по раскладу вижу, что вы больше склоняетесь это предложение принять. В то время как ваше окружение, оно может говорить нет. И это в позиции препятствий. То есть, пока вы будете выжидать, если вы последуете совету вашего ближайшего окружения, то вы можете этот шанс упустить. Если вы хотите решить этот вопрос в ближайшее время, то нужно действовать. Ну, то есть, ответ на вопрос таков. В ближайшее время вопрос с недвижимостью ваш решится, если вы рискнете и не побоитесь принять это предложение, потому что по раскладу сейчас наиболее правильное, выгодное для этого время. То есть, вот ждите этого предложения, либо, может быть, вы уже его получили. Вот то, что касается первого вопроса. И второй вопрос. Вернут ли долг? Вернут ли долг? В принципе, расклад будет такой же. Мы посмотрим, что здесь. Кстати, вернусь к первому раскладу. Вот не помню, чтобы там попадала хоть одна пентаклевая карта, которая прямо говорит о деньгах. Это говорит скорее о том, что вопрос даже не в деньгах, а вопрос именно в своевременности предложения и, что ли, в удачном выборе, может быть, жилья, имущества того же. То есть, грубо говоря, надо брать эту квартиру сейчас, иначе потом уже такой не будет. Будет не тот метраж, не та планировка. Ну вот, вот что-то такое. Поэтому вот пентакли нет. Как ни странно, в основном всегда вопрос недвижимости связан, конечно, с деньгами, но здесь вот карта показывает, что основной вопрос заключается не в деньгах, а вот именно в своевременности и данного выбора, данного принятия данного решения, а также в его удачности. Так. Вернут ли долг? Второй вопрос. Вернут ли долг? Тот же самый расклад. Итак, ситуация самая какая сложилась. Верховный жрец сразу говорит о том, что если вы давали в долг, то это была скорее помощь, потому что Верховный жрец, как священник, это как под наш долг помочь. Вот здесь вот так прорисовывается карта колесницы. Кстати говоря, возможно, это было связано или с поездкой другого человека куда-то, то есть впрямую может говорить на билет, на расходы транспортные, скажем так, либо на покупку автомобиля. То есть здесь вот мне показывает карта, что деньги вами были выданы как помощь вот на что-то связанное с движением. вот, что кому-то куда-то понадобилось поехать или, в общем, все, что связано с движением, с транспортными средствами, с поездками. Так, что тут еще? Пятерка. Мечей. Ну, по пятерке мечей, конечно, карта говорит... Ну, во-первых, это конфликтная карта, это карта борьбы. Она говорит о том, что, ну, время возврата долго затянулось. Вы решили человеку помочь, но, как бы, надо бы уже напомнить, ну, скажем так, в строгой форме, что долг пора возвращать, прежде всего. Если, может быть, вы... Ну, некоторые ведь... Некоторые, я даже сказала бы, многие стесняются напомнить о том, что пора бы вернуть уже долг, потому что время затянулось. Ну, боятся это сделать, может быть, чтобы не испортить отношения, но здесь вот карты говорят, что надо бы это уже сделать, потому что, ну, уже так, знаете, конфликту подкатывает ситуация, что, как будет развиваться событие. Теневая страна. Выпадает карта дьявола. Я могу вам сказать так, что человек, скорее всего, еще долго будет тянуть с этим долгом, потому что карта дьявола – это карта зависимости. Это карта, которая ставит должника в условия, когда он этот долг вернуть не может. Не исключено, что у него не только вам долги. То есть у него могут быть и кредиты, вплоть до рефинансирования, заемов, перезаемов. То есть это в данном случае карта как финансовое рабство, потому что карта дьявола в классической колоде, он там держится цепями двух людей. Это карта, когда привязана, связана чем-то, в данном случае, деньгами. И вот не исключая того, что вы вообще действительно ни один должник, вернее, прошу прощения, ни один заемщик, ни один вы человек, который давали деньги в долг, может быть, он постоянно занимает и перезанимает у одних, чтобы отдать другим деньги. Ну, финансовая ситуация у того человека действительно сложная. Поэтому быстро деньги не вернутся, потому что это позиция процесса. То есть здесь нет. Процесс показывает, что нет, быстро это не случится, эти события будут еще дальше развиваться, потому что человек еще будет находиться в зависимости, и, соответственно, быстро деньги не вернет. Что в итоге? Ну, в итоге да. Да, однозначно да, но не скоро. Давайте все-таки еще дополним, при каких обстоятельствах десятка мечей. Но не исключено, что у вас будет с этим человеком конфликт. То есть он будет просто вынужден отдать вам деньги. Кстати говоря, десятка кубков карта семейная. Это, ну, семья не семья, в любом случае это близкие, хорошие отношения. Это люди, ну, близкие друг к другу. Друзья либо хорошие знакомые. Вот из-за боязни эти отношения потерять, человек будет вынужден отдать долг любыми способами, даже если он поставит себя в еще худшее положение. Но об этом ему надо говорить по пятерке мечей, как бы там это было приятно или неприятно. Королева кубков. Вот я могу сказать здесь так. В итоге здесь для вас все закончится хорошо. Вы свои деньги назад получите. Сохраните хорошие отношения. Но такая вот сложилась ситуация. Надо об этом разговаривать. Надо напоминать так или иначе. Здесь вот все завязано на том, что там у человека помимо вас, скорее всего, есть долги. Давайте еще посмотрим, что нужно делать, чего не нужно делать. И что еще в препятствии вот здесь. Что нужно делать. Ну, знаете, вряд ли вам понравится мой ответ. Карта отшельника в позиции, что нужно делать, отнестись философски, отнестись с пониманием к данному человеку, в данной ситуации. Ожидая денег, если вам самим сейчас нужны эти деньги, конечно же... Ну, вы знаете, вот просто я могу так сказать. Вот по данной ситуации вы здесь просто ничего больше не можете сделать, кроме как вот поговорить с ним. И, скажем так, отшельник – это человек, отдалившийся от общества. То есть просто ждать. Вот высказать все конкретно. Да, то есть вот сколько времени прошло, я жду от вас долг, мне деньги тоже нужны. И как бы, ну, и оставить в покое, и смотреть дальше, наблюдать. Потому что, ну, никак. Больше вы... Ну, как, из него не вытрясешь деньги, из должника. Просто не вытрясешь. Поэтому вот поговорить четко. То есть мечи не предполагают... Как выразиться? Сладких речей. Это карта строгости, карта ума. Это карта четкости, ясности. То есть ясно выразить свою позицию, ясно объяснить свое положение. Дел то, что время прошло, то, что вам деньги нужны. И просто дальше наблюдать. То есть человек, он, как говорится, понял, в голове себе записал, и понял, что тут уже нельзя. Потому что, скорее всего, человек действует так. Вот кто больше всех трясет, тому я вперед долги отдаю. Вот здесь вот что-то на это похоже. Потому что ситуация такая, что ну, раз молчат, значит, и подождут, потому что у меня там своих проблем хватает. Вот так вот. Чего не нужно делать? Туз мечей. Ну, вот, как я уже сказала, высказать свою позицию, свои, значит, аргументы привести, свое положение напомнить должнику. И молчать. Не нужно принимать активных действий. Не нужно его там каждый день трясти. То есть вы этим только себе нервы попортите. Вы из него все равно ничего не выбьете. В данной ситуации, в его финансовом положении, просто, ну, как сказать, ну, не то чтобы взятки гладкие, деньги-то по итогу вернутся. Ну, просто вот себя не надо тревожить этим. И в препятствиях тройка, тройка пентаклей, карта вообще работы, мастерства. Что здесь, как бы выяснить, почему у нас препятствие попадает. Препятствия. Препятствия, опять же, кроются в должнике. Этот человек не рассчитал. Не рассчитал свои доходы. Не рассчитал ситуацию, может быть, в мире, раз выпадает карта цен. Здесь на простом бытовом уровне. Вплоть до повышения цен. Если он взял у вас деньги на что-то, в итоге это что-то возросло в цене. И он просто так и начал дальше занимать. То есть и так оно по цепочке у него все и покатилось. То есть, ну, здесь можно долго рассуждать о том, что у человека какая ситуация. Но вопрос был в том, что вернут ли долг. И ответ, да, долг вернут. При этом, ну, довольно-таки можете поспорить даже. Вот все-таки мечи выпадают, да. Десятка мечей. Это довольно-таки карта тяжелая. Даже, может быть, одна из самых тяжелых в колоде. Это, ну, вплоть до выяснения отношений. Но в итоге и долг вернут, и отношения вы сохраните, если, конечно, они вам нужны. Но я здесь вижу, что все закончится хорошо. Вот такой расклад. Не быстро. Что касается по первому вопросу, там быстрота выполнения запроса заключается в вас. То есть от вас тоже зависит, смотря какое решение вы примете там по поводу предложения вам. А здесь, собственно говоря, от вас ничего не зависит, кроме того, чтобы напомнить о себе в ясной, четкой, может быть, даже резкой форме. Потому что это тоже будет иметь решающее значение. По крайней мере, чтобы человек просто вас не забывал, что вы тоже являетесь его помощником. Вот такой расклад. Спасибо за просмотр. И до свидания. Продолжение следует...